Турнир имени одного из выдающихся защитников в истории отечественного хоккея, двукратного олимпийского чемпиона и пятикратного чемпиона мира Алексея Косатонова прошел в ледовом комплексе «Видный». В соревнованиях приняли участие спортсмены 2016 года рождения. Задача любой академии цели – это вырастить, ну, во-первых, дать новому поколению виток спорта, забрать детей с улицы. Сейчас 21 век, сейчас все в компьютерах, да, и за счет спорта какой-то социум дополнительный, мальчишки, спортсмены, я не говорю про хоккеистов конкретно, а в целом, спортсмены развиваются чуть побыстрее своих сверстников. В турнире участвовали 8 команд из разных хоккейных школ Москвы и Подмосковья. Для шестилетнего Сергея Равшанова игрока команды «Серебряные акулы» – это первые соревнования такого масштаба. Признается, что очень волнуется перед матчем. Юного спортсмена поддерживает его главная поклонница – мама. Команды были разделены на две группы. Правила, учитывая возраст юных участников, организаторы не корректировали. Идет круговая система. То есть, каждая команда играет три игры в круг, после чего по круговой системе определяется победитель. По очкам, если равное количество очков, то считаются личные встречи, либо разница забитых и пропущенных. Это стандартные правила в хоккее во взрослом, так же и в детском. Тимофей Гоньков занимается хоккеем три года. Увлекся этим видом спорта благодаря папе. Я, когда был маленьким, я мечтал от хоккея. И вот меня пригласили в хоккей. В принципе, каждый выходной у нас проходят турниры. Такие мы ездим на четыре мушкетера, еще разные. Вот сейчас у нас турнир Академии Косатонова. И как раз кубками дали награды. Дети довольны, повышают мастерство. Турнир Косатонова завершил сезон 2023 года. По итогам соревнований были определены победители, призеры и лучшие игроки. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.